Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы начинаем цикл коротких информационных рассказов о тех исследованиях, которые проводились многие годы в различных университетах и больницах нашей страны и за рубежом для изучения механизмов действия скенер-технологий. Согласитесь, важно ведь не просто увидеть положительный результат лечения, но и понять, почему скенер-терапия позволяет добиться клинического улучшения и даже выздоровления при многих заболеваниях самой разной этиологии. И сейчас я хочу рассказать вам о научной работе, в которой был изучен гормональный профиль плазмы крови больных опиенной наркоманией и о корригирующем влиянии на него скенер-воздействия, что способствовало длительной клинической ремиссии у этих больных. Итак, на базе Ростовского областного психоневрологического диспансера было проведено клиника-биохимическое обследование 70 больных наркоманией с диагнозом зависимость от опиатов второй стадии. Больные были в возрасте от 19 лет до 31 года с длительностью заболевания от 2 до 10 лет. Пациенты поступали в клинику с абстинентным синдромом и в зависимости от проводимого лечения были разделены на две группы. Первая группа получала стандартное лечение по общей принятой схеме, а вторая наряду с таким же лечением получала скенер-терапию в индивидуально дозированном режиме в течение 30-40 минут. Курс был где-то от 10 до 14 дней. Причем было отмечено, что абстинентный синдром снимается быстрее, чем без скенер-терапии. То есть, если обычно он снимается за 10 дней, то при скенер-терапии его ликвидировали за 6-7 дней. Исследования проводились при поступлении в клинику на стадии абстиненции. Через 10 дней после снятия синдрома отмены и на стадии ремиссии, то есть через 3-4 месяца после отказа от приема наркотиков. Известно, что при наркомании происходят значительные изменения в тиреоидной и стресс-реализующей гормональных системах. Так обычно резко повышается уровень тироксина в плазме крови и концентрация таких гормонов, как кортизол и пролактин, что клинически проявляется возбуждением центральной нервной системы, вплоть до судорог, выраженной раздражительностью больного, мышечной слабостью, тахикардии, аритмией, потерей массы тела, снижением потенции. Исследование показало, что включение скенер-терапии в комплексное лечение опиенной наркомании способствовало снижению дисбаланса в тиреоидной гормональной системе, нормализации уровня кортизола и пролактина в плазме крови больных, увеличению концентрации тестостерона, что в конечном итоге вело к нормализации физического состояния. Тем из вас, кто занимается скенер-терапией, хорошо известно, что она оказывает выраженный психокорригирующий эффект, уменьшает чувство напряженности и тревоги, повышает стрессоустойчивость, физическую активность и в конечном итоге улучшает настроение и самочувствие. Все это способствует клинической ремиссии в сочетании, конечно, с длительной психотерапией. Тем из вас, кто заинтересовался данным исследованием, мы даем ссылку на него, которую вы сможете посмотреть. Спасибо.